В Ульяновских медучреждениях не хватает врачей. А все потому, что опытные специалисты уходят на пенсию, а недавние выпускники вузов выбирают частные клиники и карьеру в столице. Безусловно, все желают достойной оплаты и условий труда. Чтобы решить проблему дефицита кадров, на федеральном уровне введены программы поддержки молодых специалистов. Они входят в нацпроект здравоохранения. Сегодня наша съемочная группа посетила поликлинику номер 2 на улице 50 лет в ЛКСМ. Там ситуация со специалистами начала улучшаться. В учреждении появился долгожданный лор. Елизавета Матвеева устроилась на работу сразу после окончания университета. К слову, место работы она выбрала не случайно. Все мои родители, родственники, соседи ходили в эту поликлинику. И так получилось, что, наверное, где родился, там и пригодился. В принципе, на данный момент я всем довольна. Как известно, вторая поликлиника относится к центральной медсанчасти. Главврач Елена Ледяева рассказала о кадровой обстановке учреждений. В этом году ряды медработников начали пополняться. С 1 января 2019 года в наше лечебное учреждение было принято порядка 30 врачей. Из них в первичное звено 19 врачей. Из 19 это третья часть. Из 19 врачей 6 молодых специалистов. Что касается среднего звена, здесь тоже у нас есть положительные подвижки. Мы приняли с начала года 31 средний медработник. Несмотря на положительную динамику, в подшефной поликлинике еще остались некоторые проблемы. Местная жительница Алина Зинина с 18 лет посещает учреждение. Качество и отношения врачей ее устраивают. Но вот записью на процедуры бывают накладки. Когда нужно, необходимо попасть не только к специалисту, но может быть на какую-то процедуру. Например, КТГ, либо рентген-кабинет. Нету записей. Кабинет работает, но они не принимают в силу того, что у них загруженность. И предлагают через продолжительное время слишком долго ждать. А вы чем это заменяете, если надо? Платной клиникой. Платной клиникой. Если есть возможность, ждем. Если нет возможности, то, конечно, обращаемся в платную поликлинику. Куда деваться? Хочется верить, что эта ситуация тоже разрешится. А пока что весь упор сделан на кадровое усиление. К слову, в поликлинике не хватает врача общей практики, гинеколога, кардиолога и инфекциониста. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.